Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотрители Кладбища. И сейчас, вот в данный момент, я отправляюсь, ребята, к Инквизитору. Вы спросите, зачем? Да затем, ребята, я нашел, нашел темный кишечник, и иду сдавать это задание. И, кстати, между прочим, я ходил в подземелье к этому, к змею. Я его там не нашел, ребята. Может быть, я слишком поздно ходил, там уже, как говорится, была почти ночь. Но я не видел, чтобы он выходил оттуда. Мне кажется, все, его больше не будет. И, кстати, да, ребят, смотрите, что у меня получается по голде. Мне еще буквально две золотые монеты, и все, ребята. И мы с вами покупаем титул Аристократа, или как он там называется. И у нас дальше будет развиваться сюжетная линия. В данный момент я ничего не могу. Этот торгаш, который у нас, торговец-то, с которым у нас якобы дело пополам, такой же жлобина. Вначале покупает по одной цене у меня товар. И с каждой покупкой у него все ценник ниже, ниже, ниже. И я практически потом слитки серебряные, да, золотые украшения продавал ему за копейки, ребят. За копейки. Ну, ладно. Давайте, может быть, нам здесь повезет, и мы с вами сможем продавать дальше бургеры и пиво. Так, поехали. Отдать темную улику. Ну, хорошо, что мы собрали все эти доказательства. Я предоставлю их королю. И... Мы перевернем весь город в поисках ведьм, наложивших проклятие. Я думал, наложивших в штаны. Так. Я надеюсь, теперь-то можно мне торговать или нет? Нет, ребята. Неужели меня лишили такой точки, а? Ха-ха-ха-ха. Да ладно тебе, Инквизитор. Ну, пожалуйста. Ну, я же достал тебе доказательства. Ё-моё, ребят, ну... Ну, не знаю, я что делать теперь нам. Так, смотрите-ка, нам здесь нужно что? Нам нужен золотой транспортир. Это, знаете, у кого он находится? Он находится у звездочета. Это все будет после того, как мы... Эээ... Примерим, наверное, их вместе с Шармель. Слушай, а вот это что за... Ах, еще ожерелье нам нужно. Ах, вот оно что. Ну, чудовилку мы с вами получим потом, так же, как и светлые зеркальцы. Ну, вот где взять ожерелье? Ха-ха. Слушайте, а знаете, у кого мы с вами давно не были? Давайте-ка мы слетаем к Барону. И посмотрим. Я имею в виду именно к Цыганскому. И посмотрим, что у него там есть. Так, с этим у нас ничего нету. Торговля. Слушайте, а я ведь могу... Могу же продавать, да? Ему теляпию и тут всякие фигню. Или не могу? Непонятно. Кстати, звездочет у нас приходит буквально на следующий день. Ну, зачем он мне? Если только скупить у него синенькие камушки. Но, поверьте мне, сейчас я больше нуждаюсь в деньгах. Поэтому, как бы, камушки эти могут и потерпеть. Слушайте, а может быть, этому Дигу что-то надо, а? Ничего не хочешь меня купить, братуха, а? Слушайте, он, наоборот, только продает. Он только продает все и ничего ему не надо. Дрова, ребята, тоже невыгодно продавать. Это такие сущие копейки. Ты больше потратишь сил, собирая их. Так, ну что, где у нас барон? Хотя, вряд ли, ребята, мы что-то у него выбьем путевое. По-моему, мы все задания у него выполнили. Но, все равно, охота проверить. Проверить, может быть, что-нибудь новенькое появится. Нет, как видим, ничего. Да, и мне, кстати, ребята, нужен горбун, кокл. Он где-то вот здесь вот должен бегать, шуршать. Ну, естественно, только ночью. И мне хотелось бы, конечно, его выловить. Так, давайте-ка посмотрим, может быть, у дровосека что есть хорошего? Странно, дровосек даже со мной разговаривать не хочет. Почему-то. А если я... А, я даже не могу рубить деревья здесь, ребят. Странно. Очень странно. Короче, надвигается ночь у нас. Мне нужно поймать горбуна. Это вот моя задача сейчас. Так, торговля. Смотрите. Ну, ничего, опять же, нету. Могу купить у него доски, брусья, всякую ересь. Но оно мне не нужно, я сам добываю это в излишки. Так, у этого тоже компост, фигост. Он тоже ничего путнего не продает. Так, мадам, ты у нас, по-моему, по молоку да сыру, да? Вот сыр, кстати, бы мне пригодился бы. Я бы сделал бы себе лепешек сырных. Но, еще раз повторяю, ребята, деньги мне сейчас нужны больше. Поэтому тратить я, как бы, особо не хочу. Так, ну, с тем все понятно, пацаном. Так, у нас что с вами есть? Что-нибудь такое? Абсолютно ничего нет хорошего. Кстати, ну, как я вам уговорил, ребята, мясо в пакетах, в брикетах, продавать вот здесь вот не выгодно. Тоже не выгодно. Сущие копейки он стоит. А мороки-то с этим сколько? Хлеб могу продать, могу ведь, да? Хе-хе, за 8 серебреньков. Ой, даже медоков. За 8 бронзы, короче. Так, ну, винишко, что у меня было, ребят, я ему продал. Кстати, да, у меня там вино подоспело, ребят. Вино очень хорошо золотое именно. Продавайте нашему торгашу. Он покупает. Но, опять же, ребята, по такой крошечной цене, что ты еще подумаешь, что выгоднее, продать тебе или оставить его себе. Так, мне надо сюда еще пару товаров занести, которые у меня готовы. И, нет, ребят, ночь надвигается. Пойдемте-ка мы все-таки посмотрим. Может быть, я выловлю этого горбуна. Как ни крути, задание у меня все-таки висит. Но проблема в том, что горбуна я не могу найти. Я ходил сюда пару ночей. Смотри-ка, чувак заработал. Стоял, стоял. И по ночничку он вдруг решил дровишек тут попилить. Так, ну где же горбун, а? Где этот чертов горбун? Так, вот у нас здесь уже практически начинается форт. На дворе ночь. Он у нас бегает ночью где-то здесь. О-оу! Воу-воу-воу, ребят, смотри-смотри-смотри. Спросить про ожерелье. Я слышал, твой господин лорд-командер недавно прикупил одно ожерелье. И я хорошо заплачу, если ты мне его достанешь. Мой господин, цацка, меня интересуется. Вот его шин тот мог. Но он убежал уже как пару годков. Похоже, я никогда не найду это ожерелье. Торговать. Ну и что у тебя тут есть? Да ничего нету, ребят. Так, секунду. Я не понял одного. Ну, и что получается, что... Ну, нашел, поговорил я с ним. Тхе! А какой сын? Кто его сын, интересно, а? Про кого вообще речь идет? Лорд Монсеньор, типа, не мог, да, заниматься такими цацками? А вот его сын мог. Но он убежал, типа, пару лет назад. Куда убежал? Тхе, ну-ка, дайте-ка посмотрим, ребята, по персонажам. Так, у меня еще Герри. У него тоже должна расти репутация. Но, как видите, ничегошенький не получается. А может быть, кстати, слетать? Давайте-ка в мой милый дом забежим. И навестим все-таки нашего родного и любимого Герри. Так, бутылочка вина. Отлично. Золотого. Ну что же, наш торгаш будет рад. У меня, по-моему, две бутылки, да? Две бутылки золотого вина. Ну, не две бутылки, сорок бутылок. Ну, я просто так говорю, чтобы было проще. Он будет рад, я думаю. Но, как Герри, может быть, ты со мной поговоришь? Может, еще расскажешь мне? Увидимся позже. Увидимся позже, естественно, ребята. Но, знаете, сколько я на самом деле здесь переворошил трупов, ребят, чтобы достать этот темный кишечник. Вы не поверьте. Наверное, трупов сорок. Вот не выпадало и все. Вот так вот, все время. Даже мозг не выпадал, ребят, темный. Я уже думал, может быть, квест забагался. Потому что я, как бы, опередил немножко события, да, получается. В плане того, что я выполнил задание змея, а на инквизитора еще нет. И немножко расстроился. Но, как видите, все у меня получилось. И я этому очень рад. Так, давайте мы этот трупик сожгем с вами. Я, кстати, ребята, деньги каким только способом не зарабатывал здесь. Ой. И трупы сжигал, чтобы получать похоронные сертификаты. И серебро продавал за копейки. Ё-моё, ребят, вы здесь только видели. И все это за сущие-сущие копейки, ребят. Вообще, просто в убыток. Золотые украшения продавал. Шармель у меня покупает только лишь одну драгоценность в неделю. И то там, по-моему, даже за золотой, по-моему, не уходит. 97 серебряников или 86. Ну, что-то в пределах этого. Короче, я так расстроен. И вот вы представляете, сколько мне пришлось накопить времени потратить, чтобы накопить вот эти 10 голды. Но это еще не все, ребята. Мне предстоит еще накопить буквально 2 голды. 2 золотые монеты, ребята. Ну, хорошо, у нас сейчас будет с вами молитва. Здесь какой плюс? Они мне дадут 28 серебра. 28 серебра, это уже будет, ну, почти 10-50. 10 золотых, 50 серебряных. То есть, уже плюс. Потом мне надо будет дождаться вот этого дня. А, нет, потом Шармель придет. Мы Шармель с вами выторгаем. Как ее называется-то? Украшения. Да, придет Таргаш. У Таргаша мы сразу же с вами сплавляем вот это вино. Плюс серебро, которое мы с вами в данный момент копим. Опять же, все это за копейки. И, по-моему, ребята, он... Нет, он не принимает у меня бургеры. Бургеры я, честно говоря, делал для того, чтобы... Думал, инквизитору сдадим квест. И он мне разрешит дальше торговать на той точке. Но, как видите, ни шиша у меня не получилось. Не стал он мне почему-то давать добро на это все. Хотя доказательства я ему принес. В чем проблема? Ума не приложу. Горбун, как видим, тоже мне ничего особого не сделал, не помог. Намекнул, что сынок может заниматься какими-то темными грязными делишками, которые смылся уже как два года назад. Куда смылся? То есть мы уже так поняли, что все. Это ожерелье мы с вами никогда не найдем. Но, когда мы приходили с вами на Ведьмину гору, да, ребята, и искали, какие артефакты нам нужны, там именно это ожерелье должно быть. Именно оно. Вот я сижу и думаю, как же мы его с вами заработаем? Как же мы его получим-то, а? Так, ладно, положили мы сюда это. Что у нас? Утро наступило. Утро наступило. Давайте я ради любопытства своего все-таки на маяк мотнусь. Зачем я полечу? Я и так добегу. И поговорю со звездочетом. Может быть, он что-нибудь мне ляпнет? Такого интересного. Фиг его знает. Лучше проверить. Все равно пока в этой локации бегаем, чтобы время зря не терять, телепорт у меня есть. Если что, я телепортнусь домой. Мы поспим с вами и будем, как говорится, уже ждать молитву. Ой, куда это я? Куда это я? Не туда. Всего, конечно, мы с вами добились, да? Яблоки у нас растут. Это растет. Мед мы с вами добываем, пускай мало. А вот с деньгами здесь большущая проблема. Так, ну что, звездочет. Торговать только с ним можно, ребят. Ну, не хочу. Не буду я тратить. Не хочу. А вам, ребят, советую, да, у кого проблемы именно с монетками, ой, с монетками, именно вот с этим вот синими шариками, но есть лишняя денежка, пять серебряных, то, конечно же, покупайте у него. Это лучше, чем все-таки тут копошиться, что-то там искать. Нудно, короче, это все. Если бы я раньше знал бы, что вот эти вот книжки, я думал, что это обложки обычные для книжек. Ой, какая, блин, старая кляча. Ну и дурак я ее, просто-то. Хотел же в дом, милый дом. Ну ладно, сейчас через подварчик мы с вами быстренько добежим. И я думаю, что, наверное, нам надо будет немножко кимарнуть, дождаться следующего дня. Потом шармель, потом торгаш. И я думаю, что вот за эти три дня мы с вами накопим две голды и отправимся, как говорится, уже покупать титул аристократа. А там, я думаю, будет очень даже круто. Сразу так столько событий у нас будет происходить. Если, конечно, меня чем-нибудь там еще не задачат принести там, то все, пятое, десятое. Как они обычно это любят. Угу, поспали. Поспали, да маловато как-то, да? Слишком. Сейчас только ночь на дворе. Ну и что ж тогда мне делать? Надо себя чем-то занять, ребят. Вот только чем. Что-то такое делать. Довольно трудоемкую работу, чтобы у нас с вами заканчивалась быстренькая энергия. Да что ж делать-то, а? Ну давайте чурбаны им с вами попилим. Да. Они очень хорошо забирают у нас энергию и потом кимарнем и нормально будет все. Так, подожди секунду. У нас что, перебор что ли? Да, ребят, у нас перебор небольшой. Давайте мы с вами выложим что-нибудь. Ну хотя бы вот так вот. Хоть это все и не в тему хлеб. Нет, вот это вот мы давайте с вами выложим вот сюда. Чтобы меньше потом путаться, ребят. Так, погнали дальше. Ну, ты будешь работать-то у меня. Вот это другое дело, ребят. Ну, кстати, насчет технологий. Ребят, практически выучил уже все. Осталось буквально тут немножко тут сложный печатный пресс. Здесь, как видите, все. Так, вот здесь, по-моему, да, мастер меча. Но я думаю, что уже он не пригодится мне. Здесь, как видим, все. И по кулинарии все. То есть пресс осталось мне выучить и бальзамирование. А, еще по церкви, ребята. По церкви там еще парочку вещей. Ну, там очень много. Там 250 нужно синих этих камушков. То есть не скоро мы это с вами изучим. Мы, наверное, быстрее игру пройдем, чем изучим. Я бы так даже сказал. Ну что, энергию у нас нормально так отняло это все, ребята. Почему чурки я делаю? Потому что, ребят, трупики выжигают. А чтобы сделать вот эти лежбины, на которых горят, нужны именно чурки. Так, ну что же. Давай, 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 давай. Эх. Хотя, почему эх? Все нормально, ребята. Все отлично. У нас, как говорится, день начался новый. Я сейчас просто-напросто сбегаю на кладбище. Пока выложим с вами чурочки. Сходим в подвальчик. Возьмем наши заклиналки. Да, все у нас будет хорошо, ребят. Давайте сразу же еще... Так, выложим вот это вот все. Все, вот так вот. И построим с вами вот эти вот места для сжигания. Так, так. И вот так. Четыре штучки всего можно поставить. И плюс у нас еще очень много остается чурочек, для того, чтобы на дальнейшем можно было сделать. Для чего я это делаю, ребят? Мы, когда сжигаем с вами трупики, мы получаем сертификаты. Вы сами это прекрасно видели. Эти сертификаты стоят деньги. У Харадрика мы сможем потом это все, ребята, продавать. А вот и идет наш священник. А раз священник идет, значит мы уже можем и... А, молитву. Надо начали забрать. Смотрите-ка здесь. Хоп. Ну, какое, блин, давай. В плане... А, у меня, ребят, все забито. Понятно. Все забито. Весь инвентарь. Да, завалено. Сольями, всякими фигнями. Ладно. Так, выкладываем. Если что-то можно выложить. А, можно выложить. Так, берем с вами молитву. Ну, а соль и палку я эту, ребята, уничтожу. Давай-ка вот так вот сделаем. Все, отлично. Пойдемте с вами сделаем молитву. Хотя мне на самом деле хотелось бы, знаете что, ребята, перед молитвой наделать свечек, поставить все это дело поджечь. И мне почему-то кажется, что намного лучше будет, как сказать, навара в плане и веры, и денег. Они, наверное, больше бы мне заплатили. Как говорится, приношения. Но, как я посмотрел, что там нужно для этих свечек. Очень много ингредиентов. И так это все долго и нудно. Что фиг с ним. Прокатит и так. Я знаю, что они сейчас по одному серебряному и 62, наверное, мидочка будут бросать. Да, 60, 62 мидочка, бронзика. Все, берем. Короче, 21 серебруха у нас сейчас будет падать в карман. Замечательно. Просто шикарно, ребята. 10 голды, 59 серебра у нас. Так, с этим мы, наверное, не сможем, да? Ну, поговорить-то сможем, а... Так, у меня есть сертификат. И так, по поводу собора. Он ничего не хочет. Торговля. А что с ним торговаться, ребят? Смотрите, вот он может покупать у нас молитвы. Причем бронзовые, да? А у меня же, по-моему, есть... Сейчас мы, секунду, ребята, глянем. По-моему, бронзовые молитвы у меня есть. И я просто сейчас ему сбагаю, да и все. Есть, я, конечно, не путаю. Есть, ребята, молитва о процветании у меня бронзовая. Давайте посмотрим, за сколько он ее купит. По-моему, там за копеечки, если он вообще ее возьмет. Ну, не возьмет, я ему по мордельникам надаю. Шучу, шучу, ребят. Так, ну-ка. Сколько? 75 бронзы. 75 бронзы. Интересно, а что у него здесь... А вот... Нет, нельзя, ребят. Он чисто бронзовые покупает. Молитвы. Чисто бронзовые. Хорошо, а давайте мы, знаете, что с вами посмотрим? Что я могу такого сделать? Уже, в принципе, даже любые молитвы, но бронзовые. Так, давайте-ка глянем по молитвам. Я, например, могу сейчас сделать вот эту вот защитную молитву. Хорошо, давайте я ее создам. Я создал. Так, что еще могу сразу же здесь сделать? Так, здесь что нужно? Глава, да? Глава. Давайте посмотрим. У меня, по-моему, есть глава. Это заметка, это заметка. Подожди. Да ну нафиг, такого быть не может. Должна быть глава, я же знаю. История, история. Хм, странно, ребята. Нет у меня главы, к сожалению. Хорошо, давай посмотрим, что тогда еще можем. Молитва веры. Опять же, глава нужна. То есть, везде нужна глава. Хорошо, для того, чтобы сделать главу... Вот, давай-ка мы создадим с вами. Так уж и быть. Все, отлично. Блин, опять нету места. Да что ж такое-то? Давайте, наверное, с вами вот это вот... Ой, съел. Да и фиг с ним. Так, что, какую мы сделаем с вами? Молитва о корнях и побегах. Не, о покаянии давайте сделаем. Давайте, о покаянии просто еще не было у нас. Все. Пойдемте быстренько ему сейчас впарим. Ну, даже если по 75 бронзу он возьмет. Ну, это, грубо говоря, как 3 серебренька. Копейки, опять же, конечно, но все-таки, ребят. Так, торговля. Воу, смотрите-ка, вот это вот. Серебреньк стоит. На, держи. Не жалко ничего для тебя. Ну, опять же, ребят, согласитесь, это не выгодно. Ну, не выгодно просто-напросто продавать вот эту шляпу, честно говоря. Ладно. У нас с вами следующий день для Шармель. Поэтому давайте пойдем, ребят, наверное... Можно кимарнуть, можно порубить деревья. Трупов у нас, по-моему, нету, да? А разбирать некого. По-моему, нету. Если я не ошибаюсь. Ну-ка. Не, абсолютно чисто. Чисто ган у нас здесь. Поэтому можно чем-то таким. Вот ягодок, например, можно пособирать. Для будущих тортиков. Тихо, ты куда побежал? Пошел уже яблоней трясти. Нет, давай... Да куда ты бежишь-то постоянно? Ё-моё, а? Смотрите, хорош. Завязывай уже, дурковать-то. Собираем просто-напросто ягодки и все. И не суетимся. Можно, конечно, еще, ребят, сходить на пасеку. Ну, а почему бы и нет? Кстати, я раньше, помните, получал по два меда с дерева. Ну, и там что еще выпадет. После того, как я выучил там друг пчел, или как он называется, я уже не помню. Я стал получать четыре меда за одну трясочку. Сейчас проверим. Осталось оно или нет? Да? Оу. Тихо, тихо, тихо. Давай-ка мы вот эту вот палочку с вами уничтожим. И, как видите, ребят, четыре медка. Я считаю, что это очень хорошо. Это выгодно очень. Естественно, с этого я тоже выбью четыре. Получается восемь меда. Это только с двух деревьев. Соответственно, у меня еще здесь есть свой один улей. Один, ребята. Потому что, ну, очень проблематично накопить двадцать пчел. Ну, и этого достаточно мне, если честно. Так, тут же мы с вами забираем ягодки. Че, перебор уже, да, с ягодками? Хорошо, давай уничтожим с вами пепел. Пепел нам нужен для единственного, ребята. Это чтобы делать черную краску. По-моему, так. Тем более, у меня, знаете, сколько этого пепла? Очень много. Так что, от того, что я пять штук уничтожу, ничего не изменится абсолютно. Ну, вот, ребят, мы с вами очень хорошо поработали. Много сил потратили. Теперь можно пойти кеморнуть как раз до прихода Шармель в старую клячу. Мы с вами отдохнем, наберемся сил. Потом... Ой, куда это я на болото-то пошел? Потом с вами телепортнемся туда. Быстренько у нее торганемся. Это мы с вами почти золотой получим, да? И останется нам дождаться лишь только нашего торговца, у которого я, в принципе, последний золотой-то и, как говорится, выторгаю. Ну что ж, давайте кеморнем, маленечко. Так, и прежде чем телепортироваться туда, я возьму, пожалуй, ящик, который у меня там на огородах лежит, и в магазин его заброшу. Все надо делать, как говорится, по пути. Все замечательно. Так, у нас с вами есть украшение-то? Есть. Ювелирные изделия у нас есть. Отлично. Так что сейчас я просто-напросто захожу вот сюда. Вон там ящик лежит. Ну, опять же, он стоит, конечно же, ребята, копеечки, но все-таки, как говорится, с миру по нитке голому рубаха. Здесь я абсолютно ничего не могу сделать. Хотя можно было бы сейчас перекопать весь этот огород, но неохота, ребят. Просто неохота. Ну что же, полетели в старую клячу. А выходим, я сразу этот ящик положу на продажу. Да ядрен ты, батон, заходи. Всего лишь три ящика, да и фиг с ним. Так, и пойдемте уже, в конце концов, разговаривать. Да не разговаривать, а торговать с Шармель. Вот она стоит, роднолечка. Да-да-да, привет, дорогуша, я знаю. Торговля. Сколько? Да, ребята, даже... Даже еще меньше. Похоже, у нее та же самая система, как у всех торгашей. С каждой продажей она все меньше и меньше и меньше у меня покупает вещей за цену маленькую. Хорошо, но зато у нее теперь два золотых. А это означает, что я могу ей еще втюхать. И еще, и... Ай-яй-яй, вот только три. Что же? Это выгодно, ребята. Я почти два голда выручаю. Смотрите. Опа. Есть. Есть, ребятушки. 12 голды я насобирал. Быстрее, быстрее. И на всех парусах мы с вами бежим. Куда мы с вами бежим на всех парусах? Хорошо, пойдемте на всех парусах к церкви. Выкупим пока сертификат. А уже потом будем ждать. И священника нам придется подождать с вами. Ой. Кстати, нам же нужен будет сертификат. Это не тот ли, который мы сейчас приобретем, и показать его шармель? Занятно. Надо проверить. Но для начала нам нужно купить. Хотя, я больше чем уверен, что без этого епископа мы с вами ничего здесь не сделаем. Все равно должно быть подтверждение от него. По-моему, так. Это все мои догадки, ребята. Нам надо будет все это сейчас проверять. На личном опыте. Как говорится, нечего зря просто так воздух сотрясать. Фух. Наконец-то. Долго я к этому шел, честно говоря, ребят. Итак, вот он. Аристократ. Купить. Сертификат. Подожди, что такое? Так, аристократ. Так, я не помню. А, он у меня уже есть. Так, ребят, давайте выкинем нафиг это все. Мне это не нужно. Да, ребята, это сертификат аристократа. Это тот самый, который нам... Слушайте, я надеюсь... Я надеюсь, что если я сейчас приду к Шармель. И отдам этот сертификат, блин. Не получится ли так, что... Короче, ребят, я перестрахуюсь. Знаете, что сделаем? Мы сделаем с вами немножечко по-умному. Прежде чем идти к Шармель, я сделаю сохранение. Потому что я боюсь, что... Если мы ей сейчас отдадим этот сертификат, так? И она у меня его заберет. То не дай бог, мне еще придется 12 голды собирать на тот сертификат, который уже нужен будет нашему священнику. Поэтому я лучше потом перезагружусь просто-напросто. И уже будем выполнять задание в первую очередь у священника. А потом уже к Шармель пойдем. Ну, надеюсь, вы поняли, да? Почему я так сделал? Так, ладно, бежим к Шармель, короче. Она как раз просит этот сертификат у нас. Помните, я еще хотел способ найти, как можно обхитрить? Можно ли где-нибудь тут поддельный сертификат достать? Но, как видите, нельзя. А 12 голды еще собирать, да это уму непостижимо. Для меня это вообще-то просто каторга будет. Так что, давайте проверим. Сохранение у меня есть. Если что, ребят, перезапишемся. Фух. Так, если она, надеюсь, не заберет этот сертификат себе. Так, у меня есть сертификат аристократа. Давай я подпишу бумаги, Алисы. Так, ты теперь аристократ? Самый настоящий. Оу. Ты как будто стал выше и симпатичней. Один ты мой друг на этом свете. Можно тебя в последний раз попросить о помощи? Ну что еще, Шармель? Мне позарез нужна твоя новая песня. Я собираюсь исполнить старые хиты. Но мне подсказали, что король хотел бы услышать что-то новенькое. Я могу что-нибудь написать, но я не поэт, а песня у меня не выйдет. Ну пожалуйста, мне больше некому обратиться. Ладно, пожалуй, я знаю одного поэта, который будет рад тебе помочь. Ха-ха, я тоже знаю одного поэта, ребят. Ха-ха. Блин. Но поэт поэтом, а у меня... Ой, ядрен батон. Так, подожди. Может быть, он нам так сделает? Песни для Шармель. Вагнер, у тебя есть шансы, которые бывают раз в жизни. Шармель нужна прекрасная песня о любви. Кто еще сможет написать такую? Ох, как волнительно. Ну что, если я напишу плохую песню? Ты умный и талантливый парень, просто напиши о своих чувствах к Шармель. Не могу я так, мне нужно больше вдохновения. В университете ходили легенды о настойке на мухоморах, которая помогает раскрыть все грани поэтического таланта. Настойка должна быть на крепком алкоголе. Не вопрос, я приготовлю такую настойку для тебя. Ха-ха. Как раз, ребята, у меня алкоголь крепкий есть. Так, вот настойка. Вот настойка. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. А где же я ему должен сделать такую настойку? Черт подери, блин. Ну опять у меня все сдвигается. В общем, песню нужно, да? Хорошо, песню. Этому нужно алкоголя добыть. Настойка на мухоморах. Слушайте. Так, как она называется у нас? Просто настойка, да? Ну ладно, предположим, я сейчас, ребята, телепортнусь к себе домой. И вот у меня здесь есть... Подожди-ка, настойка. Настойка, настойка. Здесь она не делается. Хорошо, давай посмотрим здесь. Тут только вино. Здесь. Ну здравствуйте, приплыли. А где же я тогда тебе сделаю настойку-то на мухоморах? И как ее сделать? Кто мне ответит? Я лично ума не приложу, ребят. Я знаю, что у меня есть алкоголь. Алкоголь, тем более в чистом виде. Вот он. Крепкий алкоголь даже, так назовем. Хорошо, крепкий алкоголь у меня есть. Забираю я, например, бутылку. Ну, давай возьмем пять бутылок. Фиг его знает. И он сказал там про мухоморы что-то. Настойка на мухоморах должна быть, по всей видимости. Для этого нам нужны, естественно, еще мухоморы. Хорошо, предположим. Где мы можем с вами сделать настойку? По идее, это должно быть все... ...прибражение. Ну, если логически подумать. Ну, как-то я немножко, ребят, сомневаюсь. Здесь тоже нету. Хорошо, здесь у нас что-нибудь такое есть. Ага! Ага! Вот она, ребятушки. Настойка... Ах, я, поди, не успею, ребята. Вот она. Да иди ты! Что тут мешается мухомору? Ой, используйся! Куда ты съел мухомор? Блин, дуралей! А в любом случае, ребят, я не успею. Нет, я успеть-то успею, получить песню, все это, но Шармель-то уже все, тю-тю. Ушла, роднуля моя. Жаль, конечно. Блин. Черт, промешивался с этой настойкой, как дурила. Пока нашел, пока допетрил. Надо было сразу же как-то это делать. Ладно, фиг с ним. Сейчас попробуем, ребят, с вами. Может быть, она еще здесь. Хотя, вряд ли уже. Ночь на дворе. Шармель здесь. Шармель еще здесь. Ну-ка. Так, вот настойка. Мы получили... Дай-ка попробую. Мое сердце стучит от прилива вдохновения. Дай мне немного времени, приходи позже. Сейчас надо сфокусироваться. Да чтоб тебя, ну... Давай, пиши. Ну... Не дал, гад, песню, да? Не дал, ребята, он мне песню. А, подожди-ка, а что это? А, это мой сертификат. Погоди-ка секунду. Дай-ка сертификат-то я... Заберу. От греха-то подальше. Фух. Блин. Ну, поэт, ну что ты так долго? Ну, ядрена ты, батон, а? Привет, дорогуша. Да я знаю, что... Блин. Ну вот подставил он меня, ребят. Он меня просто-напросто подставил. Ну что же, ничего не остается, ребят, как идти с поникшей головой мне до дому, ложиться в койку, ну и ждать. Знаете, чего ждать? А ждать мне придется, наверное, день, пока он напишет песню. Но это полбеды. Песня-то это фиг с ним. Все равно Шармель придется потом ждать. Но мне также придется ждать вот этого дня, ребята. Почему этого? Потому что придет у нас священник. И мы скажем, что мы получили с вами титул аристократа. Придет братишка. У нас будет там какое-то празднование в честь храма нашего собора. Ну а дальше мы уже будем смотреть, ребята, как будет развиваться история. Так что, дорогие мои друзья, на этой ноте я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну а мы обязательно с вами увидимся уже в следующей серии. И продолжим играть в эту замечательную игру. Так что, всем пока. И удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok